И мы возвращаемся к главной теме дня. Сегодня в Астане прошло заседание Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств. В нем принял участие и президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, наряду с лидерами Казахстана, Азербайджана и представителями Турции и Туркменистана. Этноним «Казах» появился только в 15 веке с возникновением после распада Золотой Орды казахского ханства. Этому событию в современном Казахстане придают большое значение. Вот и прибывших на саммит в Астану лидеров тюркоязычных государств Назарбаев пригласил принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 550-летию казахского ханства. Старт празднованиям дали во Дворце независимости Казахстана. После этого по всей стране запланированы десятки концертов, выставок, театрализованных представлений, научных конференций, посвященных юбилею казахской государственности. Есть особые причины для того, чтобы мы в это сложное время, когда весь мир охвачен кризисом, от которого страдают даже развитые страны, собрали здесь своих братьев из разных стран и проводим большой праздник по поводу 550-летия казахского ханства. Этот праздник прежде всего посвящен тому, чтобы почтить память и высокий дух наших героических предков и вспомнить историю о том, как они успешно преодолевали множество превратностей судьбы. Президент Казахстана справедливо заметил, что изучению истории национальных государств в советское время уделяли мало внимания, поэтому молодежь плохо знала историю своего народа, имена известных ханов и монапов. С казахским ханством у кыргызов были особые отношения. Были периоды дружбы, были и периоды вражды. Но когда говорят об этом, в Кыргызстане в первую очередь вспоминают историю, произошедшую с последним объединенным ханом казахов Кенесары Касымовым. Во второй половине 19 века он вторгся на территорию современного Кыргызстана, но его войско потерпело поражение, а сам он был захвачен и впоследствии казнен. Найти его голову некоторые казахские патриоты считают делом национальной чести. После этого объединенное казахское ханство перестало существовать. Из-за феодальной раздробленности соседи не смогли объединиться и воссоздать свою государственность вплоть до 1991 года. Лидеры Кыргызстана и Азербайджана прибыли в Астану не только отметить юбилей образования казахского ханства, но и принять участие в пятом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Вместо президента Турции прибыл спикер парламента. То же самое и с Туркменистаном. Вместо Бирду Мухамедова в Астану прилетел зампред правительства Тойлиев. Совет тюркоязычных стран – это международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В состав Совета входят Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Турция и Азербайджан. В 21 веке сотрудничество тюркоязычных государств необходимо только наращивать, уверен Нурсултан Назарбаев. Мы знаем, что геополитические и геоэкономические изменения в мире оказывают свое влияние на тюркский мир. Мы хотим, чтобы конфликты между Палестиной и Израилем получили свое мирное решение. Я думаю, что восстановление Афганистана тоже должно проходить мирным путем, потому что мы находимся в одном регионе и необходимо предотвращать действия сепаратистских, террористических и экстремистских организаций. Президент Алмазбек Атамбаев констатировал, что тюркоязычные страны имеют общую культуру и историю, и выразил надежду, что будет и общее будущее. На фоне того, что происходит в мире, войны, конфликты, тюркоязычные государства должны быть едины, уверен глава государства. Мы сейчас живем в неспокойное время. В разных уголках земли возникают конфликты. В таких условиях нам, народам, имеющим общие корни, необходимо укреплять нашу дружбу. Есть много путей углубления и расширения связей. Атамбаев считает, что в современном мире информационных войн нужны эффективные меры противодействия им. Такие проекты, как создание международного тюркского канала, способствовал бы информационному развитию региона. В условиях развития информационных технологий, тюркоязычным государствам необходимо тесно сотрудничать. В международных же отношениях Кыргызстан придерживается вот такого принципа. Мы придерживаемся всегда принципа территориальной целостности каждой страны. По итогам саммита принята Астанинская декларация. Председательство в организации от Турции теперь переходит к Казахстану, а уже через год к Кыргызстану. Атамбаев считает, что кыргызский саммит через два года должен пройти в Челпанате. В рамках этого события Кыргызстан намерен провести вторые всемирные игры кочевников. Канад Хариметов, Алтын Хан Бабаев, Общественный Первый канал, Астана, Казахстан.